Главная задача при переходе на здоровое и полноценное питание – изменить отношение к приему и составу пищи. Правильно составленная программа позволяет без срывов и чрезмерной нагрузки на сердце, печени и другие органы сбросить вес и восстановить нормальный обмен веществ. А грамотное сочетание белков, жиров и углеводов в ежедневном рационе обязательно даст положительные результаты не только в похудении, но и в выздоровлении организма в целом. Без помощи специалиста достаточно сложно составить подходящий именно вам план питания. Он зависит от многих факторов – пола и возраста, образа жизни и режима дня, веса хронических болезней и пищевых привычек. Но есть основные принципы, общие для всех. В утренние часы нам нужно как можно больше энергии – это углеводы. К обеду уже у нас должны быть и углеводы, и белки. А к вечеру у нас должна быть больше белковой пищи и минимальной углеводы. Но без углеводов нельзя, потому что белок, если не получает достаточной энергии для своего усвоения, он теряет свою питательность. Если майонез можно с легкостью заменить соусом из йогурта, горчицы, специй и ароматных трав, то растительное масло исключать из рациона ни в коем случае нельзя. Его польза в высоком содержании жирных кислот омега-3, 6 и 9, которые нормализуют обменные процессы, улучшают состояние кожи и волос, укрепляют сосудистые стенки и активизируют иммунную систему. Небольшим количеством масла можно заправлять, например, овощные салаты, но важно знать, что в процессе жарки на растительном масле происходит процесс образования токсичных для нашего организма веществ – альдегидов и кетонов. Мы можем жарить на гриле, овощи очень хорошо жарить на гриле, тоже мясо можно жарить на гриле, но в масле – нет. Что касается масла сливочного, нужно есть все. Единственное, что желательно масло сливочное не переваривать, не пережаривать. Натуральное – тогда да. Все мы слышали о том, что для работы мозга нам необходим сахар, но на самом деле ему необходима глюкоза. Она уже содержится в овощах и фруктах, которые мы едим каждый день. Но тем, кто привык часто баловать себя пирожными и шоколадом, сложно сразу отказаться от сахара и других привычных лакомств. Приучить себя к сладкому легко, отучить довольно-таки сложно. Но можно элементарно договориться с собой, что я есть сладкого. Не буду не потому, что вот мне там кто-то сказал там чего-то, а потому что мне это не нужно. Девочкам иногда я советую такую хитрость взять – положить конфетку в сумочку, в кармашек. Она у меня есть. Если я захочу, я ее съем. А вот запрещать себе что-либо специалисты не рекомендуют. Рано или поздно любое жесткое ограничение приведет к срыву. Это не только вредно для здоровья, но и может повлечь за собой психологический стресс. Важно соблюдать лишь одно правило – не переедать. То же касается употребления в пище соли и хлеба. Основа многих диет – полное исключение этих продуктов из рациона. Но, например, соль, как и глюкоза, нам необходима. Норма – 4-5 граммов в день. Что касательно хлеба, хлеб есть нужно обязательно. Какой? Цельнозерновой, грубого зерна, черный хлеб, бородинский, вот из этих сортов. Хлеб из высшего сорта, муки, вот его как раз нужно исключить полностью, потому что он не несет той пищевой нагрузки, которую нам надо. Но зато легких углеводов там полно, плюс еще добавок различных, которых сейчас очень много добавляют. Еще одна важная составляющая правильного питания – вода. И даже зная о ее пользе для организма, мы предпочитаем пить газированные напитки, соки, чай и кофе. Но только чистая питьевая вода способствует выведению токсинов, нормализует процесс пищеварения, улучшает общее самочувствие и сокращает риск развития инфекционных заболеваний. Вода у каждого человека своя норма. Два литра воды в день – это неправильно. Если человек весит 50 килограмм, два литра воды для него – это перебор. На один килограмм веса 30 миллилитров воды, чистой воды, и где-то 40 грамм общей массы, то есть 10 грамм напитка, бульоны, сок того же яблока и 30 грамм воды. То есть расчет такой. Когда человек занимается физическим трудом, либо на тренировке, у него воды должно быть немножко больше, то есть во время тренировки он обязательно должен пить воду. Конечно, за один день невозможно избавиться от своих пищевых привычек и сделать выбор в пользу правильного питания. Но придерживаться его принципов не так сложно, как может показаться. Главное – постепенно перестраивать свое мышление и помнить, что правильное питание доступно для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова